Яблоки и выставки местных рукодельниц в Бресте проводятся уже не первый год и успели стать доброй традицией. Посетив вернисаж, гости могут купить оригинальный подарок для себя или своих близких. Более того, продукты творчества наших мастериц прекрасно подходят под определение сувенир. Поэтому гости из-за рубежа редко уезжают на родину, не прикупив милую куклу из соломки или зайца, сшитого из лоскутов разноцветной ткани. Указом президента Республики Беларусь номер 225 от 16 мая 2005 года о некоторых вопросах осуществления физическими лицами ремесленной деятельности установлено, что физические лица могут осуществлять определенные виды деятельности без государственной регистрации индивидуальным предпринимателем. Для этого им необходимо явить собой налоговый орган по месту регистрации, написать заявление о том, чем они будут заниматься и, соответственно, уплатить ставку сбора, то есть одну базовую величину на год. Напомним, одна базовая величина сегодня составляет 21 рубль. Положительный момент. Ремесленникам, в отличие от индивидуального предпринимателя, не нужно ввести какую-либо отчетность и подавать налоговый орган декларации. Однако, необходимо знать срок уплаты сбора. Если же он в следующем году уже будет осуществлять деятельность, ставка уплачивается до 28 декабря. В случае, если он будет осуществлять незаконно свою ремесленную деятельность, законодательно предусмотрено, что штраф будет 5 базовых величин. Гражданин, изъявивший желание заниматься ремеслом, должен предварительно подать в налоговый орган уведомление и уплатить установленную сумму сбора. Она, в свою очередь, не зависит от количества реализуемых видов деятельности. Поэтому, если вы мастер на все руки и желаете подзаработать, ремесленничество – ваш вариант, который позволит не только заниматься любимым делом, но и станет подспорьем к пополнению вашего капитала. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...